Вот это вот кнопка, которая опускает затвор. Вторая кнопка, которая поднимает затвор. По линейке мы достигаем уровень сброса воды. Каждую секунду гидротехнические сооружения пропускают по 25 кубических метров воды. Замеры делают дважды в сутки. Это позволяет следить за уровнем воды в городских акваториях и не допускать потопления уральской столицы. Контроль за уровнем воды в городском пруду происходит постоянно. Сейчас уже идет основной период паводка. Однако горожанам не стоит переживать. Водосбросная система работает в штатном режиме. Сейчас на Среднем Урале работают 11 плотин. Они расположены по каскаду Исети и ее притоков. Так, например, уровень Верхъесецкого водохранилища находится на допустимой отметке 250 сантиметров. Мы заранее готовились к паводковой ситуации у нас в городе Екатеринбурге. Мы проводили предпаводковые обследования вместе со всеми районными администрациями города Екатеринбурга. В будке находится у нас круглосуточный оператор, который передает у нас показания по водомерной рейке. Но угроза все равно остается. Чтобы не допустить скопления воды на территориях, расположенных в низинах, коммунальщики вывозят оттуда снег и прочищают дождевую канализацию. В Екатеринбурге она включает в себя более 20 тысяч колодцев. Происходит она прочистка путем гидродинамической машины. Под высоким давлением промывается труба. Собственно, вся грязь, которая выходит в колодец, она уже удаляется с помощью вилососа. Уровень воды в Свердловской области контролируют ежегодно. Особое внимание этой теме стали уделять после мощного наводнения в Оренбургской области. В результате прорыва плотины там затопило больше 15,5 тысяч домов и свыше 23 тысяч приусадебных участков. Наталья Гришко и Алексей Нескин. События ОТВ.